Ровно год назад я впервые побывал в чернобыльской зоне отчуждения. И она оставила неизгладимые впечатления. Ощущение того, что ты прикоснулся к страшному прошлому. Увидел вживую следы того, как люди жили, работали, строили планы, рождали детей, отдыхали и болели. Пока не случилась катастрофа и это место не застыло навсегда. Дома, больницы, магазины, садики и школы, библиотеки, кинотеатры и спортивные залы, автобусные станции. Тут осталось все, как снимок 1986 года, кроме людей. Я знал, что я сюда еще вернусь, так как эта зона огромная и в прошлый раз мы, естественно, много чего не успели посмотреть и показать вам. Всем привет, друзья! Мы снова приехали в чернобыльскую зону отчуждения и мы специально приехали на вот эту локацию, потому что хотим начать это видео с самого известного места, ради которого многие едут. Некоторые люди приезжают сюда, смотрят на колесо и для них это просто как ачивка, как эйфелевая башня. Они посмотрели и дальше можно ехать домой. Но на самом деле эта зона отчуждения совсем не про это колесо, хотя и про него тоже. Это огромная территория с большим количеством жизни прямо здесь и сейчас, которое происходит и еще с большим количеством истории, которые здесь разворачивались. Мы здесь уже были и я считаю, что сделали два просто шикарных фильма. Если вы их не видели, ссылки на них будут в описании. Мы рассказали тут про все самые главные такие достопримечательности, которые у людей на слуху. Это и Дуга, и отель Полесье, мы возле Чернобыльской атомной электростанции были и самое главное в тех фильмах мы показали огромное количество локаций не попсовых. Те, которые не все показывают и далеко не каждый о них знает. В этот раз мы захотели приехать просто так на самом деле. Нам просто хотелось и мы с Саней не раз обсуждали, что это было самое лучшее наше путешествие. Сюда просто хочется приехать и показать вам немножечко другую сторону Чернобыльской зоны отчуждения. Мы хотим встретиться с теми людьми, которые здесь живут. Мы хотим показать отдаленные села на левом берегу, потому что туда чаще всего даже сталкеры не доходят по разным причинам. И потом мы хотели бы все-таки попасть непосредственно на атомную электростанцию. Все это будет в этой серии видео. Я надеюсь, что вам это нравится. Если вы, кстати, первый раз здесь по какой-то причине нашли видео из поиска, подпишитесь. Здесь много крутого контента. Прошел ровно год и мы снова вернулись к Чернобыльской зоне отчуждения. Это КПП Детятки и у нас новый маршрут, потому что очень хотелось просто сюда съездить. Мы выбрали рабочее время на рабочей неделе, чтобы не было много туристов, потому что собираемся много чего нового показать. Есть интересные идеи, есть интересные места, которые, я думаю, вы еще не видели. Первое, что замечаешь, когда заезжаешь за КП, это то, что здесь совершенно новая дорога. В сумме здесь сделали за 24 дня с 1 апреля 100 километров дорог от КПП до Чернобыля, а потом от Чернобыля до Припяти. Но на самом деле, если откинуть шутки, то эта дорога сделана не столько для людей или для отмывания средств. Дело в том, что зона до сих пор эксплуатируется и для того, чтобы сюда свозили, к примеру, радиоактивные отходы с Украины, они не с мира свозятся сюда, а именно из Украины, должна быть нормальная инфраструктура. Да и для развития туризма хорошие дороги это тоже нормально, потому что она в прошлом году здесь была ушатанной. Мы прямо сейчас на подъезде к городу Чернобыль возле Стеллы, но начнем с того, что этот выпуск будет не настолько про Припять, потому что вся зона отчуждения это не только Припять, как многие привыкли думать. Это не только ЗГРЛС, это не только Чернобыльская станция, хотя это все у нас будет. Но я хочу начать с этого места, потому что его в прошлый раз не было. Вернее, оно как бы было, но не реставрировано. Потому что этот пост ГАИ, он был здесь и до Чернобыльской станции, и после причем работал здесь. И его в ноябре прошлого года, в 2020, отреставрировали именно в память о тех, кто принимал участие из милиции в ликвидации. Здесь сделали все достаточно хорошо, потому что вот эту копеечку прямо из музея достали, отреставрировали. Здесь у нас и костюм сохранившийся, и в идеале прямо салон сохранившийся. Ну и если мы посмотрим, то даже там быт, он в принципе остался. А вот на этой стеле, собственно, есть информация. Стационарный пост, то службовый автомобиль Державтоинспекции Министерства внутрешних справ Украинской Радианской Социалистичной Республики, израска 86-го року. Внутри видим есть пульт, телефон, ну и набор каких-то карандашиков, блокноты. Мы въехали в Чернобыль, и как вы помните, это живой город. Для многих это снова станет открытием. Здесь живут люди, здесь люди работают, есть машины, есть перекрестки, есть пешеходные переходы. Есть многоквартирные дома, и они заселены. Чернобыль — это город, который на данный момент функционирует. Здесь даже есть кафе, рестораны, есть отели, есть магазины. Мы сейчас едем в один из них. Конечно же, здесь нельзя просто так приехать и купить квартиру или участок, то есть здесь живет персонал, который обслуживает электростанцию и всю эту территорию, ну и также самоселы. Стелла в Чернобыле возле действующей пожарной станции восстановлена. В прошлом году она была вся в целлофане, ее нельзя было рассмотреть. У этого памятика есть название «Дым, кто в ряду вавсвит». В прошлом году мы сделали максимально ознакомительную часть про всю зону отчуждения, но, как я сказал, Чернобыльская зона отчуждения — это не только три основных города — Чернобыль, Чернобыль-2 и Припять. Это не только основные объекты, которые вы привыкли видеть из роликов про эту зону. Также здесь есть левый берег, здесь есть огромное количество сел, поселений, их было очень много — более 170. И были среди них малонаселенные — 200-300 человек, были намного более заселенные. На левом берегу — это как раз таки исконно полезские исторические места. Здесь как раз таки жили полезщуки. Эти территории отселялись намного позже, чем те, что находились на правом берегу. И сегодня мы посетим несколько таких сел. До них придется здорово так проехаться, потому что вся зона — она не маленькая. Ее площадь составляет 2598 квадратных километров. И если на правом берегу у нас, скажем так, подмарафечная зона — я не просто так вам показал сегодня отреставрированный КП, памятник, дорогу новую, то на левом берегу, чем дальше вглубь, тем больше мы будем наблюдать реальную зону отчуждения. В некоторых местах мы скоро по ним будем ехать. Дорога осталась с тех самых времен. На всякий случай, друзья, мы заезжаем сюда официально. Мы были здесь уже несколько раз. У нас в каждом видео это солянка из разных архивов. Мы, естественно, заезжаем через все КПП. У нас все зарегистрировано. Квадрокоптер вообще в СБУ регистрируется. Есть специальный паспорт на него на время посещения, в котором мы здесь находимся. И вот эту локацию для нас на КПП открывают, наверное, для единственных там за несколько недель или даже, может быть, месяц. Потому что сюда никто не ездит. Вот эта дорога, она осталась со времен отселения. Она не убивается полностью, потому что просто никто не ездит. То есть здесь нет фур нагруженного транспорта. И обычного транспорта здесь тоже по сути нет, потому что есть шлагбаум. Сюда надо получить разрешение, чтобы попасть. Едем по вот такой дороге и въезжаем в десятикилометровую зону отчуждения. Вот эти ворота старые ржавые, это единственное напоминание этому, потому что раньше здесь тоже было все закрыто, пост был. Но, как видите, давно ничего подобного нет. Поэтому единственное напоминание, мы в десятикилометровой зоне. Едем смотреть большие заброшенные сёва. Мы вот едем, я решил просто остановиться, показать вам, друзья, даже столбы повалились, электроопоры, но при этом на них есть провода. Понимаете, отсюда отселяли, но провода никто не срезал. Это прямо естественная среда теперь их обитания. И здесь все сохранено в том виде, в котором она замерла в 86 году. А вот это, друзья, Аскра старого образца. Это автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Она вроде как не должна быть рабочей, она открыта, но что-то оттуда дует. Поэтому, скорее всего, она таки рабочая. Таких установлено порядка 160 штук на территории зоны отчуждения. И также еще прямо в лесах вы можете за территории такие находить. Не пугайтесь. Это нормально. Они передают данные вот эти ежечасно, в какой-то критической ситуации, там ежеминутно могут, ситуацию про распространение радионуклидов. Для чего это было сделано? Смотрите, когда произошла авария, надо было понимать, насколько ситуация может меняться и радиация распространяться за территории зоны отчуждения. И для этого были установлены вот такие пункты. И как бы было выяснено, что не распространяется за зону отчуждения. И даже когда в прошлом году были пожары, мы показывали, как это выглядело. Они работали в экстренном режиме, но при этом радионуклиды не распространялись. Хотя локально, где есть пожары, естественно, радиация повышается. А вот это, друзья, последствия пожара, который был в прошлом году. Мы уже показывали, когда ездили. Но это левый берег. И вследствие этого пожара здесь сгорело одно из сел на левом берегу. Достаточно большое. Село называлось Кривая гора. Вот это вот было село Кривая гора. И от домов все, что осталось от деревянных, это, естественно, только дымоходы, печи. Коммунальщики, наверное, плохо работают. Не убрали дерево, которое упало. Но на самом деле здесь такое происходит. Сейчас будем как-то объезжать. Вот еще один Аскро. А здесь ров у нас. Ну да, в такой ров не хотелось бы, наверное, упасть. Поэтому будем его объезжать. Проезжаем село Зимовище. И это машино-тракторная станция, где сохранились еще комбайнеры. Сейчас посмотрим, когда они были произведены. На них есть шильдики. Там есть элеватор. Почему они здесь? Потому что до аварии, здесь очень сильно была развита сельская деятельность. Колхозы были. И местность вообще по лесу, она чем хороша? Здесь очень плодородные земли. Здесь при Советском Союзе осушали болота, которых было очень много. Но так как вода все равно есть, грунтовая, то грунты были очень плодородными. И это, кстати, большая проблема. Потому что сейчас их использовать нельзя. И нельзя будет еще очень долго. Потому что что бы ты здесь ни посадил, вся радиация, она в земле. И, соответственно, корнями будут растения вытягивать это все. Ну и потом попадать в овощи, фрукты, во все. Поэтому сейчас это все заморожено. И просто является как фотоснимком тех времен. Табличка, как видите, хорошо сохранена. Это самоходный комбайн. Год выпуска 1982. Саня узнал? Конечно. Если есть фанаты игры Сталкер, то думаю, вам это место знакомо. Если узнали, напишите в комментариях. А вот это внутренности элеватора. Мы сюда поднялись. Друзья, очень аккуратно, если таким чем-то занимаетесь. Потому что все прогнившее. И лестница мы чисто по железу лезли. Хотя, видите, даже перила уже прогнили. Здесь надо прямо капитально, аккуратно везде ходить. Я на самой верхушке. Там даже, смотрите, фонарь еще висит, сохранился. На самом деле, вот такие механизмы в обычных заброшенных заводах, они не сохраняются. Посмотрите, здесь цепной привод еще есть. И здесь перерабатывалось зерно. Как видите, оно еще даже податливое. Еще можно крутить его. И тут же проезжаем через работающий переезд. Даже лампочки мигают. Вам, может, не видно? Я вижу, они мигают. Здесь ходит электричка из Славутича на Чернобыльскую АЭС. Мы сейчас проезжали село Красно. И здесь я сбоку увидел как раз такие трубочки. Вот такие керамические. Они здесь были до аварии. Они для чего использовались? Я вам, помните, рассказывал, что болота осушали? При помощи таких трубочек их и осушали. Но если надо было дренаж какой-то провести, их тоже использовали. И вот здесь они сохранились. Просто такой вот себе склад. Ну, естественно, его уже никто не использовал. Мы заехали в село Машево. Здесь хотим посмотреть в первую очередь школу, хорошо сохранившуюся. Но перед этим заехали в сельскую раду. Здесь даже некоторые удостоверения остались. Какие-то вывески, документы. Прикольно, как отпечаток истории сохраняется до наших дней. Возле сельской рады есть памятник. Он очень криповенько выглядит, потому что он вроде сохранился. Но у него кое-что спало. И даже не голова, а лицо. Вечно слава воинам, які загинули за свободу и незалежность нашей батьковщины. Кстати, мы сейчас находимся ровно в километре от республики Беларусь. И здесь, как таковое, четко обозначенной границы нет. То есть, если мы сейчас случайно куда-то никуда повернем, мы можем заехать на территорию Беларуси. Но мы этого, конечно же, делать не будем. А вот это школа, которая достаточно хорошо сохранилась. В кирпичное здание. Сохранилось практически все. Материалы учебные, какие-то колбочки. Что-то, возможно, было принесено и после. Но вот те же противогазы, это прямо с этой школы. Потому что было обучение тому, как быстро надевать противогазы. Автомат там собирать, разбирать. Потому что все же готовились к Третьей мировой. Я, конечно, понимаю, что на доске это уже современные надписи. Это вот то, что было принесено. Но все остальное, друзья, понимаете, что поэтому учились. Вот это вот делали какие-то ученики. Кто-то это клеил, кто-то аппликации все вот эти делал. А потом это все вот здесь так и застыло. Домашняя работа, вправы. Смотрите, это реальные тетради тех детей, которые здесь учились. С их оценками, их почерками. И самое главное, что большинство-то из них сейчас кем-то работают. Они где-то есть, где-то живут. Возможно, в Украине у нас. Идешь по классам, огромное количество лозунгов партийных. Есть памятки по первой помощи. Способы искусственного дыхания, как помочь человеку, что происходит в случае порезов и так далее. Далее есть вот такой вот стенд Кимбуты. И здесь фотографии разных профессий. И каждый кабинет подписан. Вот, к примеру, это кабинет иноземной мовы, истории, политичного информования. И внутри у нас есть плакаты на, к примеру, немецком языке. Кстати, кто знает немецкие, вот можете прочитать эти надписи. И потом напишите в комментариях, что здесь неправильно. Потому что, когда немцы здесь были, они ржали. Говорили, что в школе немецкие плакаты с ошибками написаны. Книга наказев. Закончено в 74-м уроке. Смотрите, все как сохранилось. Зашел в класс геометрии. И знаете, что я нашел? Дата 26-я квитня. Контрольная работа. Здесь у нас контрольная работа. И все. Дальше тетрадь пустая. Вспоминайте эти поля, которые размечали сами. Дальше и они не размечены. Почему? Потому что это была суббота. Учеба была шестидневная. Но, естественно, в понедельник никто уже сюда не вернулся. Также можно наблюдать, как проходил учебный процесс. В основном вот по таким карточкам, которые раздавали. Ну и были также слайды. И при помощи специального проектора можно было рассматривать все это дело. Были даже вот такие интерактивные доски. Вот этого я вообще не знал. И, к примеру, как решали уравнение. Но она сейчас перевернута. У вас есть уравнение, есть лампочки. Вы нажимаете на вариант ответа. И дальше вам отображается, правильный или нет ответ. Интересно то, что тетради сохранены. Посмотрите, в каком состоянии. Как будто еще вчера в них писали. Дело в том, что крыша сохранена. Видите, даже лампочки висят. И атмосферных осадков здесь нет. Окна тоже целые. Соответственно, бумага остается столько, сколько на нее не будет воздействия воды происходить. И вы можете видеть, сколько информации, вот таких плакатов есть, по которым можно учиться хоть завтра. Кабинет профессиональной ориентации. Друзья, и посмотрите просто на обилие разных приборов, которые здесь есть. Есть плакаты, к примеру, как устроена подводная лодка. Люди уже с молода обучались работе различных сложных механизмов. Вон, электровоз. Все это механизировано, работало. Это все можно было на своем опыте подойти, поклацать. Все это рассказывалось, обучалось. Посмотрите, сколько разных приборов. Очень актуальная информация на сегодняшний день. Восьмой класс. Нет опасным планам НАТО. Нет новым американским ракетам в Европе. А вот эта электрощитовая тех времен, как будто тоже на уроке труда сделали, да? Да. А вот класс, где обучали безопасности. Здесь есть и снаряды настоящие, и противогазы. Всевозможная информация о том, как автоматы собирать, разбирать, что они из себя представляют. А вот это было помещение, где хранилось оборудование, в том числе противогазы. И заметьте, что оно было на сигнализации. Вот кнопка сигнализации. Продолжение следует... Ходим по зарослям, по заросшим домам, ищем другие места. Собственно, сейчас позаходим в места, где люди жили. В какие-то другие учреждения, может быть, магазин найдем какой-то, я не знаю. Вот это, к примеру, дом культуры. В селах он назывался дом культуры, а в больших городах дворец культуры, как в Припяти, к примеру. А вот это уже местный быт, вот так люди здесь жили. Сейчас попадем в какой-нибудь домик, который сохранился. Здесь есть печь хорошая, как и в любом доме, даже деревянном. Вы видели, после пожара остается только печь. Здесь остались еще вот такие прищепочки. Части вешалок, кровати. О, игрушки! Вон какая моделька прикольная. Во дворе дома есть летний домик. И я вот думаю, где ванна была у них? И вот нахожу ванну. Причем я не знаю, для чего ее использовали. Чтобы мыться или чтобы мариновать что-то, варенье делать. Эти места особенно интересны, знаете, чем? Сюда туристы не доходят. Только если это какие-то специализированные туры на несколько дней. Потому что это очень далеко. А сталкеры, ну, в принципе, не должны сюда попадать. Потому что ближайший водоем это река Припять, где можно пополнять запасы воды. И она находится очень далеко. Мы ее прямо сразу, практически после Чернобыля переехали. Долго ехали, а по засухе, по жаре здесь все пересыхает. Никаких водоемов больше нет. А вот мы и магазин нашли местный. Строго соблюдай правила пожарной безопасности. В наших реалиях здесь было бы написано, соблюдай меры дистанцирования и надевай маску. Ты посмотри, как сохранился магазин. Это потому, что сюда люди не доходят. Проезжали еще один домик по пути сюда. И на обратном пути решили заехать в него. Очень хорошо сохранился. Есть включатели, окна целые. И там видно, какой-то быт остался. Давай зайдем. Он просел, Сань, и дверь села. Она просела полностью. Понятно. Но не будем ломать. Вот такие криповатые места здесь случаются. Люди устанавливают какие-то пугало, чучелы. И я ехал, я реально немножечко стреманулся. То статуя без лица, то вот такое. Приехали в село Красно. И здесь, кроме всего прочего, здесь опять же домики есть. Ну, как в любом другом селе. Есть церковь, которая даже сейчас иногда функционирует. По каким-то праздникам приезжает из Чернобыля батюшка. И, собственно, она работает. Она деревянная. Изначально она была не здесь, а в предыдущем селе. Но потом ее разобрали и перенесли сюда и заново собрали. Вот вход. Здесь табличка сохранилась. Потому что она летом 2003 года сделана. Как я сказал, церковь функционирует иногда. Давай внутрь займем. КОНЕЦ Вы могли видеть, что на одном из куполов креста нет. Вот это второй крест. Он просто упал. Он из нержавейки. Его поставили сюда, чтобы никто случайно его не унес. Ну, по крайней мере, он не муляет глаза с дороги. Хотя кто-то по этой дороге ходит. А на балкончике сверху люстра, которая, видно, упала. Потому что покорежена сильно. Висела она вот на этой цепи. Мы уходим, но за собой церковь закроем. Она была закрыта. Ну, как закрыта. Любой может зайти. Это просто подпорки такие. Но в любом случае, чтобы ветра здесь не дули, крючок мы проденем. Сейчас, друзья, мы едем к тому же шлагбауму на блокпост, откуда мы заезжали. И поедем по левому же берегу, но в другую сторону. И доедем до села Теремцы. Там у нас самоселы. И мы сегодня с ними пообщаемся. Это люди, которые уже много лет здесь живут. И они вполне легально, кстати, живут. К ним даже родственники ездят. Есть списки этих самоселов. Мне, по крайней мере, интересно узнать, чем они занимаются, чем они живут, почему они здесь живут. Сейчас будем общаться с ними. Село Теремцы. Это как раз то село, куда мы приехали к самоселам. Тут живет около 10 человек. Там жилой домик. Тут заброшенный вроде как. Тут дровишки есть. Пусть трава не сильно покошена, но здесь прям цивилизованно. Здесь все как-то живенько. Мы приехали к человеку, который здесь живет. Его зовут Василий. Вот его дом. Ну, я вам скажу, это совершенно обычный дом. Ну, как бы, видно, что здесь есть хозяйство, быт. Мы немножечко продуктов затарили сани. Те, которые не портятся. Ну, как бы, магазинов прямо здесь в селе, наверное, нет. Пусть будут. То у вас здесь тут хозяйство, так? Никаких, хозяйства нет. А так, надо же огородину все делать. Все свое надо. А вы тут постоянно живете? Че тельки на лето? Постоянно. И зимку, да? Да. А скажите, коли вы сюда повернулись? В девяностом году я уже тут работал. На дебаркадере ходили ракеты, восходы, метеоры. Все ваше вот, все, да? Чтоб, где бачишь, что все вокруг мое. Сам хозяин, сам. Как видите, здесь даже мангальчик есть. Саня, смотри. Можно мясо. Вот это смотер серьезный. Используется. Смотри, сколько всего. Да, слушай, здесь прям огород серьезный. Говорит, еще и на стол что-то поставят. Гостеприимные люди. Прямо как в Грузию приехал. О, то вы еще и езжете на работу. Хорошо. Тут все опыты. Даже солодкие. Все есть. И это вы сами работаете? У тебя женька была, она приготовила. Ага. А я это заморозил. Заморозил. А багато у вас тут живет людей? Десять человек. Десять человек. Да. Было 115, а осталось десять. Что заказываешь, ты привозишь. То вы попереднее замовляете? Да, по телефону за дней три-четыре звоним. Звоним и заказываем. То они привозят. И на целый месяц. На месяц. То ложим всю продукцию, ложим в морозилку, замораживаем и все. А у вас тут и ковуны растут, да? Все растет. И ковуны, иди, не обиделки, хлопцы. Желание было. Вот в чем дело. Все можно. Таки вода надо. Воду качают из Днепра. Своей краницы нема. Краница, краница. А хлопцы, с речки вода лучше, чем из краницы. Из краницы она холодная. А тут тепленькая водичка. Хочешь, налил себе вону бочку, залез, покупался и пошел. А я вот слышу сейчас мотор там. Он говорит, из Днепра воду качает. И только что котлеты мы ели рыбные. Тоже из Днепра. Говорит, щука, сом. И здесь Припять впадает в Днепр. Недалеко мы с вами съездим, посмотрим. И он говорит, что качает воду из Днепра. Собственно, вот там сейчас моторки какие-то ходят. А вот это все хозяйство. Причем говорит, что у него здесь и арбузы растут, и персики огромные. Клубнику сейчас попробовали. Очень вкусная клубника. Целый огород, огромное поле всего, что только хотите. Ну и говорит, да, сами все выращивают. Все, что вырастили, то и съели. Что, радиации не боитесь? А, что вы боятся? Я в радиации вырос там. Радиация не видна. Василий позвал нас посмотреть дом. От этого не откажусь. Заходь. Заходь. Ага. Туда, прохладь. Весьма комфортный домик. Печечка есть. Что-то сушится на печке здесь. Хозяйство. Телевизор есть. Холодильник есть. Прохладно. Прохладненько. Да, здесь прям комфортно, я бы сказал. Микроволновка есть. А вот здесь, на самом деле, с участка Василия 3 минуты ходьбы, Припять впадает в Днепр. И вот здесь, я смотрю, и костерчик кто-то разводил. И я так понимаю, что рыбу здесь регулярно ловят. А вон там уже, на том берегу, граница 30-километровой зоны. Места, конечно, красивенные, чистые. Мусора нет вообще. И насколько природа здесь в естественном для себя состоянии. А также прямо здесь стоит пароход. Он уже прогнил полностью. Но залезть на него попробуем. И это именно пароход. У него было колесо, которое приводилось в движение. При помощи теплового двигателя. Побывали у самосела. Конечно, видно, что он привык к туристам. Он сразу знает, что делать. Как стол накрыть. Мы ему даже денежек чуть-чуть дали. Он даже не сделал вид, что удивился. Но ничего, в принципе, их можно понять. Как бы люди сами хотят приехать, посмотреть. И для кого-то это, наверное, просто часть туризма. Мне было реально интересно узнать, почему он сюда приехал. Ну, как бы для него все очень просто. Говорит, я люблю на земле. Я люблю село. В город приезжают душ, на бетон. Я просто не понимаю, почему не в другом месте. Но, наверное, он мне не сказал об этом. Наверное, все-таки потому, что они всю жизнь жили всем семейством на одной земле. И люди, наверное, привязываются все-таки к этому. И не готовы менять ни на что другое. В этом селе живет 10 человек. В соседнем селе еще 15 человек. В сумме в зоне живут где-то 100 самоселов. Но при этом около 70, по-моему, 69 из них живут в городе Чернобыль. Ну что ж, небольшая душевная часть сегодня состоялась. Это то, что мы не успели сделать в прошлом году. И, честно говоря, хотелось. И вот сейчас так сложилось у нас приехать сюда с Саней. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы сегодня здесь только первый день. Завтра у нас еще один будет день. Мы не можем не заехать в Припять. Прямо сейчас будем проезжать по мосту через реку Припять. И едем в город Припять. Кстати, через этот мост отлично видно масштаб всей атомной электростанции. Она, конечно, огромная капец. И вы же помните, что ее построили меньше, чем наполовину. Пятый энергоблок не достроили. А в проекте вообще было 12. То есть, было построено только треть. Заехали за блокпост в Припять. И дорога ровно здесь заканчивается. Улица Дружбы народов 6. Это прачечная. И прелесть в том, что там даже табличка еще свежая. Это место функционировало, по сути, до начала этого года или до конца прошлого. Потому что здесь стирали. То есть, по назначению работало это место. До того момента, как делали саркофаг. После того, как его сделали, отсюда планомерно вывозили оборудование. Ну, не разворовывали, а именно вывозили. И все это дело было под охраной, естественно. Ну, а потом уже, когда все вывезли, охранять стало нечего. И, собственно, теперь сюда можно попасть. Это отверстие в стене сделали специально для того, чтобы баки трехкубовые из нержавейки вынести. По-другому их просто нельзя было отсюда, я так понимаю, выносить. Это чистая зона. Здесь переодевались и, грубо говоря, готовились к тому, чтобы идти работать с материалами, которые могут быть загрязнены. А вот это грязная зона. Сюда уже привозили одежду после того, как рабочие приезжали с саркофага. И вот эта зона как раз-таки прачечная. Здесь стояли стиральные машины еще до недавнего. Был специальный порошок, которым это все и обрабатывали, чистили. И отмывал он практически любые загрязнения. Были несколько модификаций, кислотные, щелочные. Кто смотрел прошлые серии, помнит пластикат. Это материал, которому стилались полы в зданиях, которые функционировали после аварии. И тут я поднимаюсь и вижу, что... Там есть пианино. Надо побрынькать. Интересно, рабочие ли. Нет. А вот так выглядели стиральные машины. Через верх загружалась одежда. И они работали. Эти, скорее всего, не увезли, потому что на ремонт были перенесены сюда. Рядом с прачечной есть спорткомплекс «Авангард». В нем мы тоже в прошлый раз не побывали. Я думаю, что если много мест интересных, где мы еще не были, постараемся чуть-чуть наверстать. Кстати, когда работала прачечная уже после аварии, он использовался как склад для порошка. А вот, собственно, и материал, который хранился. Вот в таких емкостях. И мы видим, что они еще даже некоторые наполнены. Знаете, некоторые местные сталкеры и те, кто здесь работает, в принципе, рассказывают, что сколько ты не ездишь в зону отчуждения, она тебя не перестает удивлять. Я здесь тоже не первый раз, и в прошлый раз мы увидели очень много. Но все равно заходишь в очередное место, которое раньше использовалось по назначению, вот такое огромное, и все равно это как-то восхищает. Ну и в очередной раз скажу вам следующее. Да, мы понимаем, что Припять это был показательный такой город, самый развитый, его делали по самому последнему слову всего. И мы даже показывали универмаг в прошлый раз, который выглядел практически как сегодня они выглядят, хотя в те времена они были явно не такими. Но все равно, насколько мне кажется это нечестно, что в больших городах, районных центрах сегодня нет и близкой половины того, что было здесь. То есть смотрите, это огромнейший комплекс, нереальных просто масштабов зал, несколько этажей, как все организовано стационарно. И это же только один из нескольких спортивных комплексов. Вы вспомните бассейн, вы вспомните в центре какой комплекс был с рингом большим. Для жизни город, конечно, был очень комфортным, как мне кажется. И очень удобно он был спроектирован, то есть с любой практически локации у вас в пятиминутной доступности было все. Кафе, рестораны, магазины, школы, садики, спорткомплексы, яхт-клубы. И кроме этого всего еще и природные какие-то моменты, как, к примеру, вода, лес. То есть здесь было действительно очень комфортно. Вот мы с вами идем и думаем, что здесь, наверное, хотелось бы жить, если бы не произошло аварии. Кто помнит из прошлой части, я рассказывал про колючую проволоку, зачем она здесь. Мы сейчас идем по дороге, друзья, в городе. А хотя выглядит, как будто мы прямо сквозь джунгли пробираемся. Если присмотреться, там дом есть, там санмедчасть. Но вы этого не видите, потому что все заросло, природа взяла свое. Смотрите, простым языком, вот там больничка, вы можете ее там видеть, очертания. А через дорогу буквально пропилакторий. Люди после лечения проходили реабилитацию буквально через дорогу, но с видом на воду. То есть там уже река. Мы пришли к яхт-клубу местному и здесь даже несколько лодочек сохранилось. Вот таких, посмотрите. С тех времен стоит, никто не забрал. Вон там Припятский грузовой порт, а вот это Яновский затон. Дело в том, что это старое русло реки Припять. Но когда формировали охладительные все эти сооружения, то здесь меняли русло и, соответственно, здесь сделали вот такие затоны. Сейчас он перекрыт после аварии, его закрыли. И это вот такая просто локация с водой. Я очень надеюсь, что мы сможем попасть еще и к кранам, потому что они сблизи должны быть очень масштабными. Вот это, друзья, МСЧ-126. Мы рассказывали про нее подробно в прошлый раз. Сейчас проходим мимо. Вот это как раз заваленный вход в подвал, потому что очень многие лазили, а там до сих пор хранятся вещи, которые очень сильно фонят. И там даже на свой страх и риск не стоит этого делать. Люди-то не ведают, что творят. Поэтому его просто закопали. И вообще этот комплекс медицинский достаточно большой. Но мы сейчас сходим туда, где не были в прошлый раз. Это морг. Ну что ж, вот и морг. Давайте зайдем. Собственно, это не крематорий, друзья. Просто когда снимали проводку, здесь почему-то все горело. Я не знаю, почему так. Но это не крематорий, как может показаться. Ух, коридорчики, друзья. Сам бы я не хотел бы, наверное, оказаться в таком, когда оно работало. Саня, если ты закажешься, тебе уже будет в сторону. Вот это для вскрытия, насколько я понимаю, столы, формы такой, раковина, шкафчики с инструментами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернемся, завтра у нас очень насыщенный день, как мы и обещали, у нас будет посещение самой атомной электростанции, но сейчас мы едем в Чернобыль, именно в город Чернобыль, там у нас отель, да, там есть отель на данный момент работающий, там у нас ресторан забронирован на вечер, и я надеюсь, что у нас сегодня будет вкусный ужин, потому что по такой жаре комарам, оводам подустали немножечко. В Чернобыльской зоне отчуждения есть все, классный ресторан, мы уже второй раз там хаваем, там хорошо, отели, причем их много, и более того, и отели, и рестораны забиты, если вы в выходные приедете, но здесь нет заправок, это вам пригодится. Заселились, мы, кстати, в другом отеле, не том же, что и в прошлый раз, вот, у нас с Аней один на двоих номер, это, грубо говоря, хостел, я бы сказал, почему, потому что здесь вот еще есть номер, здесь вот еще есть номер, и душевая и туалет, ну, душевая, правда, двойная, но это не менее. На самом деле, все нас устраивает, если вы захотите чего-то большего, здесь есть отдельные номера, мы в прошлый раз именно так жили, но нам всего одну ночь так провести, тем более розеток хватает, а по комфорту они все идентичные на самом деле. Мы вкусно покушали, будем отдыхать, потому что по жаре быстрее устаешь, завтра у нас тоже интересный очень день, так что обязательно подпишитесь, жмакайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, увидимся дальше.